В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В ближайшее время в муниципалитете появится первое в Московской области отделение обслуживания вызовов врачей на дом. Появление действительно вот такого масштабного проекта, он впервые реализуется в Подмосковье. Наверное, и в стране такого нет. Педагоги и методисты учебных учреждений округа побывали на форуме «Россия» на ВДНХ. Я, например, очень рада. Я туда хотела давно поехать. В кинотеатре «Искра» наградили победителей конкурса «Елочка, нарядись». Приходили люди, приносили свои поделки. Мы, конечно, смотрели их, разглядывали. Скоро в Ленинском округе появится первое в Московской области отделение обслуживания вызовов врачей на дом. В жилом комплексе первый квартал реализуется совместный проект застройщика и Видновской клинической больницы. Будущее отделение посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Новая организация будет работать с пациентами, которые по состоянию здоровья не могут сами посетить врача. Офис разгрузит терапевтов, ведущих прием в поликлиниках. Штат предполагает 38 сотрудников. «В нашем отделении в среднем можно обслужить 600-700 вызовов в смену. Это при нормальной эпидемиологической ситуации. Полностью эти вызовы мы можем охватить. При увеличении сезонной заболеваемости, соответственно, мы обращаемся к нашим смежным подразделениям, дополнительно вводим сотрудников для обслуживания этих вызовов». В центре разместят бригады, которые выезжают к пациентам домой. Отделение будет работать ежедневно с 8 до 20 часов и охватит всю территорию муниципалитета. «Появление действительно вот такого масштабного проекта, он впервые реализуется в Подмосковье. Наверное, и в стране такого нет, насколько я понимаю. То это как раз ведет к тому, что наши жители получат более качественные, современные услуги быстро». Бригаду можно будет вызвать по единому телефону 122 через чат-бот «Денис» в Телеграм или оставить заявку через госуслуги развития сферы здравоохранения в округе в часть партийного проекта «Единая Россия. Здоровое будущее». В отделении партии «Единая Россия» по Ленинскому округу стартовала новогодняя акция для детей под названием «Мастерская Деда Мороза». С семьями мобилизованных встретились депутаты Совета депутатов округа Татьяна Ершова и Павел Русаков. Семь участников специальной военной операции уделяют особое внимание. Для того, чтобы им оказать помощь и поддержку, в отделении партии «Единая Россия» состоялась встреча депутата Совета депутатов Татьяны Ершовой с женой мобилизованного. «Подводим итоги, спрашиваем, интересуемся их жизнью, интересуемся их проблемами. Естественно, поздравляем и детей поздравляем, родители поздравляем, жен поздравляем». Кроме того, педагоги Видновской школы номер один организовали мастер-класс в отделении партии «Единая Россия» не только для детей, чьи отцы сейчас находятся в зоне боевых действий, но и для всех желающих. Вместе с депутатом муниципального совета Павлом Русаковым ребята создавали новогодние поделки. «Мастер-класс очень хороший, интересный, все хорошо объясняют, мне очень понравилось». «Наша главная миссия – создать праздник для наших маленьких жителей, и в особенности мы особое внимание уделяем детям-участникам специальной военной операции. Наша главная миссия – создать атмосферу новогоднего праздника и подарить детям немножечко волшебства и каких-то радостных событий». По завершении мероприятия всем участникам мастер-класса вручили сладкий новогодний подарок – сертификат и значок помощника Деда Мороза. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В администрации муниципалитета подвели итоги недели доброты и щедрости. Члены общественной палаты округа наградили участников акции благодарственными письмами. Подробности в нашем следующем сюжете. Более 70 благодарственных писем получили сотрудники организации, предприниматели и волонтеры за неравнодушие и поддержку жителей муниципалитета. Оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «С большой благодарностью, здесь как бы других слов нет и с низким поклоном, за вашу вот такую заботу, за ваше благородство, за вашу доброту и щедрость в буквальном смысле этого слова». Благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости» проходит в Ленинском городском округе уже на протяжении нескольких лет. Как отметила председатель общественной палаты Людмила Лернер, очень радует, что с каждым годом желающих принять в ней участие становится все больше. «С года в год людей становится все больше и больше, но, как правило, самые большие такие пожертвования делают одни и те же люди. Мы их знаем в лицо, это наши большие друзья». Среди награжденных – учредитель сети частных детских садов Марина Коняхина. Во время акции она проводила творческие и кулинарные мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Пекли печенье новогоднее, после этого Дедушка Мороз поздравил детей и вручил новогодние подарки». Председатель Ленинского отделения общества инвалидов Наталья Рящина признается, что людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, важно чувствовать внимание и заботу, и то, что рядом есть друзья, готовые всегда прийти на помощь. «Благодаря тому, что рядом с нами вот такие неравнодушные люди, у людей с инвалидностью есть надежда на светлое, счастливое будущее, и что будет все хорошо, потому что рядом верные и надежные друзья». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В дежурную часть разбилковского отдела полиции ОМВД России по Ленинскому городскому округу поступило заявление от местного жителя о хищении имущества на сумму, превышающую полтора миллиона рублей. По предварительным данным, в Москве заявитель вызвал такси до места жительства, расположенного в деревне Ощерина. По прибытии выяснилось, что для оплаты пассажиру необходимо взять наличное из дома. Таксист сопроводил гражданина до места жительства, где под предлогом поиска сдачи на крупную купюру водитель скрылся в другой комнате, после чего спешно покинул помещение. Спохватившись, потерпевший обнаружил пропажу кошелька, телефона и часов. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан в арендуемой квартире в Химках. Им оказался неоднократно судимый 34-летний уроженец Закавказья. «Вы ранее судимы?» «Да». «По каким статьям?» «Вступсе-то сны». «Еще по каким статьям судимы?» «У нас 106-5 лет». Следователям возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для делегации Ленинского городского округа из педагогов и методистов учебно-образовательных учреждений была организована поездка на форум «Россия», проходящий на ВДНХ. Подробнее об экскурсии и впечатлениях от экспозиции в сюжете Ингенчук. Экскурсии по городам, походы в театры и музеи организуют для сотрудников образовательных учреждений несколько раз в месяц. Каждый может найти мероприятие по вкусу. Поездка на форум «Россия» была организована при поддержке администрации Ленинского городского округа и управления образования. В экскурсии всегда планируются самые интересные, актуальные. Вот, в частности, мы сейчас на ВДНХ едем. Я, например, очень рада. Я туда хотела давно поехать. Данную выставку посещают не только сотрудники образовательных организаций и администрации Ленинского городского округа, а также еще и дети образовательных организаций города Виднова. В форуме «Россия» приняли участие 89 регионов, компании и общественные организации. Каждую группу сопровождал экскурсовод. Путешествие по выставке началось с павильона «Первый в России. Стране возможностей», посвященного организации «Движение первых». Когда-то он символизировал весь Советский Союз, а на этой выставке он отведен под «Движение первых». И вообще молодежи на выставке «Россия» отведено особое место. Основная экспозиция региона России посвящена субъектам Российской Федерации. Группа оказалась на полуострове Камчатка и погрузилась в жерло вулкана. На экспозиции множество интерактивных локаций. В Свердловской области в игровой форме можно было увидеть открытие в бизнесе, науке и технике. Вгляд будущие девочки нажали. В Калининградской области исполнялись песни на народных инструментах. Орловская область – литературная столица России. На протяжении всего форума здесь были представлены разные жанры фольклора. Расскажите, почему вы в костюме куклы и какую область представляете? Я представляю Орловскую область. Целую неделю здесь работает Орловский театр кукол, поэтому у нас здесь мир сказок. Интересной задумкой выставки стали интерактивные пространства, где каждый смог прогуляться по одной из представленных областей. А в Тульской области мы можем побывать в настоящем интерактивном пространстве, которое позволяет погулять по городу Тула. Каждый остался под впечатлением от выставки и почерпнул для себя что-то новое. Мои впечатления об этой выставке сложились у меня поэтические струйки. Мы на форуме «Россия» побывали дружно, очень, очень здесь красиво, побывать здесь нужно. Большое спасибо нашей администрации за оказанную возможность очутиться на этой выставке. Выставка действительно замечательная, раскрывает, дает познать много нового. Педагоги отметили ценность полученных знаний об уникальности каждого региона нашей страны. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В середине ноября газета «Видновские веси» объявила о старте конкурса «Елочка. Нарядись». Правила были просты. Всей семьей сделать елочное украшение и прислать его в редакцию. И вот после сложной и кропотливой работы жюри объявлены победители. Их награждение прошло в кинотеатре «Искра». Свыше 30 человек приняли участие в новогоднем конкурсе «Елочка. Нарядись». Он традиционно проводится в преддверии главного зимнего праздника в газете «Видновские вести». В этом году важное правило – сделать елочную игрушку всей семьей. И вот пришла пора наградить лучших из лучших. Спасибо вам за то, что так постарались. Реализовали идею этого конкурса – сплотить всю семью вместе. И детки, и родители принимали участие в этом. Хорошего вам нового года. Всего вам доброго в новом году. Счастья, здоровья. И ждем вас среди участников других конкурсов «Видное ТВ» и «Видновские вести». Победителем конкурса стала семья Харламовых. В подходе к работе над елочной игрушкой у них сложилось все. Настрой на победу, желание сделать что-то действительно интересное и посильный вклад в общее дело всех членов семьи. Просто было очень новогоднее настроение вечером. И вот накидала наша старшая сестра план. А потом она представила нам, но мы согласились, что она была очень красивая. Вот в реальности даже еще лучше получилось, чем рисунки. Судям пришлось немало потрудиться, чтобы определить, как распределяться призовые места по итогам конкурса. Все без исключения участники проявили недюжинную фантазию, в чем может убедиться любой желающий. Буквально каждый день приходили люди, приносили свои поделки. Мы, конечно, смотрели их, разглядывали. Нам самим очень понравилось. Но все ваши игрушки, все, что вы нам представили, все висят на этой красивой елке и радуют зрителей нашего кинотеатра «Искра». Может быть, кто-то, кто не победил. Но мы просим не обижаться и обязательно в следующем году тоже принять участие. Призерам конкурса вручили подарки от компании с говорящим названием «Территория праздника». Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова